Лигирование латексными кольцами. Это одно из самых распространенных, наверное, в России малоинвазивных методов лечения внутреннего геморроя. Для того, чтобы продолжить дальше разговор, давайте обратимся к анатомии. И я немножечко тезисно определюсь с понятиями, чтобы вам было понятно и вы могли наглядно представить себе, что же такое внутренний, что такое наружный геморрой и как он выглядит. Итак, вот такая картиночка. Внутреннее геморроидальное сплетение располагается вот здесь, внутри анального канала над запирательным аппаратом. А наружное геморроидальное сплетение располагается вот здесь, подкожно. Так вот, что касается наружно-геморроидальных узлов, об этом я уже рассказывала, смотрим на моем канале YouTube в доступной форме, о том, что наружно-геморроидальные узлы удаляются только хирургически. То есть их либо мы консервативно лечим, если имеется воспаление, либо оперируем, то есть удаляем. Наружно-геморроидальные узлы, в принципе, с ними дела обстоят немножечко получше, потому что их можно лечить малоинвазивными хирургическими методами лечения. То есть теми методами, после которых не нужно брать больничный лист, после которых не нужно долго восстанавливаться, и которые в большинстве случаев выполняются в амбулаторных условиях. Итак, лидирование латексными кольцами – это малоинвазивный хирургический метод лечения внутренних геморроидальных узлов. То есть только вот здесь, внутренние, наружные нельзя таким методом удалять. Для того, чтобы произошло развитие какого-то заболевания, должны быть провоцирующие факторы и должны быть условия для развития этих заболеваний. И существует такое понятие, как патогенез. Патогенез геморроидальной болезни состоит из двух факторов. Первый фактор – это сосудистый, и второй фактор – это механический. Суть сосудистого фактора заключается в том, что под действием увеличенного притока артериальной крови к самим геморроидальным узлам по улитковой артерии происходит ее избыточный сброс в ковронозных дельце. То есть именно тех дельца, которые себя представляют, собственно, геморрой. Эти ковронозные дельца расширяются, кровью наполняются, и на этом этапе происходит выделение крови. То есть когда мы ходим в туалет по-большому и видим, что у нас выделяется кровь во время дефекации, это как раз и идет проявление сосудистого фактора. Второй фактор – механический. То есть когда узлы становятся достаточно большими, они не помещаются в анальном канале и начинают выпадать. То есть когда мы ходим в туалет по-большому, узлы немножко пролоббируют в дистальном направлении, то есть вниз. И таким образом происходит растяжение их связочного аппарата, и они постоянно выпадают. Сначала выпадают незначительно, мы этого не видим, самостоятельно вправляются. Дальше выпадают, мы должны их вправлять рукой, и уже при четвертой стадии они выпадают, и их невозможно вправить обратно в анальный канал. Так вот, это механический фактор. И каждый из малоинвазивных методов лечения геморроя основан на воздействии какого-то фактора. Либо сосудистого, либо механического, либо как сосудистого, так и механического. Вот когда хирургический метод лечения воздействует как на сосудистый, так и на механический фактор, это замечательно. Мы можем смело говорить о какой-то радикальности, стопроцентной, условно все это. Если же в какой-то метод воздействует лишь на один из факторов, патогенеза заболевания, то тут, конечно же, речь идет всегда о рецидивах. О рецидивах либо кровотечения, либо пролапса, то есть выпадения внутренних узлов. И как раз легирование латексными кольцами воздействует в основном лишь на один фактор, механический. Почему? Потому что происходит как бы ликвидация избыточной ковырнозной ткани, то есть приток крови, он сохраняется, да, и сброс сохраняется. А вот узлы сами, которые уже увеличились в размере и начинают потихонечку выпадать, либо просто увеличены, находятся в анальном канале, мы их можем как бы фрагментами ликвидировать. Это и есть легирование. Итак, легирование латексными кольцами выполняется с помощью специального оборудования, которое называется легатор. Я вам его принесла вот такой. Он, конечно, уже не работоспособный, потому что это находится в музее инструментов, который уже не работает, но тем не менее это вот настоящий, таким образом выглядит. Это пневмо-лигатор. И все это еще механический лигатор. То есть тогда, когда в этой втулке имеется специальное окошко, в которое просовывается зажим, вытягивается узел, натягивается, а дальше происходит сброс колец. С одной стороны лигатора имеется специальный паз, куда вставляется шланг для создания вакуума. То есть для того, чтобы произвелось легирование, нужно создать отрицательное давление. Здесь подается воздух, вытягивается, дается отрицательное давление. А вот с этой стороны происходит втяжение геморройдального узла под отрицательным давлением. На головку лигатора одеваются латексные кольца. Как правило, одевается этих кольц две штуки. Я беру, конечно, неистинные латексные кольца, потому что они дорогостоящие. Вот, беру похожее что-то. Вот таким вот образом. Всегда два колечка, потому что одно может разорваться во время его сдавливающей функции, а второе является страховочным. Так вот, под отрицательным давлением идет втяжение геморройдального узла. Он втягивается. После этого мы нажимаем ручкой и происходит сброс, как бы выталкивание кольца на ножку геморройдального узла. То есть, вот таким вот образом. Да? Все. И дальше создается положительное давление. Мы лигатор убираем. А на геморройдальном узле остается две резиночки, которые сдавливают основание геморройдального узла. И здесь сверху находится, собственно, та коварнозная ткань, которую мы будем убирать. То есть, собственно, геморройдальный узел. Дальше. Резиночки под действием нормальной своей функции, смыкательной, как бы прорезывают слизистую геморройдального узла. И когда происходит полное прорезывание, то вот эта верхняя часть вместе с резиночкой удаляется во время октодификации. И таким образом у нас происходит ликвидация внутреннего геморройдального узла. Как правило, это происходит на 11-14 день. Это может сопровождаться подделением крови. Иногда достаточно с интенсивным кровотечением. Потому что мы не полностью ликвидируем коварнозную ткань, а всего лишь ее часть, которая нам мешает, которая выпадает. Поэтому, естественно, сосуды продолжают кровоточить, и вены продолжают кровоточить, что может сопровождаться выделением крови. Теперь давайте поговорим о том, когда показано это лигирование. Показанием лигирования является наличие внутреннего геморроя второй, иногда третьей стадии. И при этом внутренние геморройдальные узлы должны быть четко контурированы. То есть, они должны быть отдельно расположены внутри. То есть, не должно быть сливного характера, циркулярного расположения. И должна быть четко контурирована ножка. Кроме того, для того, чтобы выполнить лигирование безопасно, необходимо, чтобы была четкая граница между внутренним и наружным геморроидальным узлом. То есть, когда внутренний и наружный геморроидальный узел носят сливной характер, то есть, они один перетекают в другой, лигирование делать нельзя. Дальше. Какие противопоказания? Это циркулярно расположенные внутренние геморроидальные узлы. Просто непонятно, на какой участок необходимо правильно наложить эти кольца, для того, чтобы не было боли, для того, чтобы не было кровотечения, для того, чтобы впоследствии не было развития рубцовой деформации слизистой, да, которая суживает анальный канал. Нельзя этот метод выполнять, когда внутренние узлы уже полностью выпадают и нет четкой границы, то есть, не визуализируется зубчатая линия между наружным и внутренним узлом. Также нельзя этот метод использовать, когда имеется сопутствующая патология анального канала, такие как свищи, анальная трещина, тромбоз наружно-геморроидальных узлов, то есть, то, что может привести к осложнению и к воспалению. Какие же у нас опасности, да, после этого метода? Потому что, с одной стороны, понятно, что инструментом нужно уметь пользоваться, и если врач хорошо владеет этим методом, то это достаточно легкая манипуляция. Она выполняется в амбулаторных условиях. Не нужно обезболивания, просто нужно подготовиться, сделать небольшой микроклизм, для того, чтобы амбула была чистой, да, чтобы никакие каловые массы нам не мешали. По большому счету, вы можете сразу же идти домой, через 10-15 минут, если с вами все хорошо, и через там какой-то промежуток времени эта манипуляция повторяется, если есть для этого необходимость. Но легирование латексными кольцами сопровождается наиболее часто болезненными ощущениями, чувством распирания, чувством инородного тела в прямой кишке. Иногда кровотечение, интенсивное может быть кровотечение. Оно может быть связано как с, скажем, прорезыванием легатуры, так и с ее, ну, так называемый такой сленг есть со скакиванием, да, что не совсем правильно. То есть, когда легатура не удерживается, то есть, когда не был взят достаточно объем ковырнозной ткани, легатуру наложили как бы поверхностно, она не прорезалась, да, она как бы, нет объема, в который бы она удерживала. Она просто так соскальзывает, и на этом фоне тоже может развиваться кровотечение. Я говорю о том, что метод вообще неэффективен оказывается. Но самое, самое опасное для реагирования так называемый славогусный симптом. То есть, что это значит? То есть, когда после наложения латексных колец может отмечаться брадикардия, урежение, да, более редкое сердцебиение, пульс, может отмечаться гипотония, понижение давления и коллапс. То есть, человек просто встает со скресла и падает, не помнит ничего, вот начинается суета, что происходит, все прочее. Достаточно старшая, страшная вещь, потому что я в своей жизни была свидетельницей несколько раз таких явлений, когда независимо от возраста, пола и психосоматического состояния пациентки, пациента происходит вот такое падение, да, кратковременное, но тем не менее это происходит. И об этом описано во всей международной литературе, независимо от того, какой врач это делает, какого профессионального, да, качества, опыт его, в какой стране мира вы это делаете и все прочее. То есть, эти осложнения после любой хирургической манипуляции, они есть, были и будут, от них никто не застрахован. Другое дело, что к ним нужно готовиться и о них обязательно нужно предупреждать пациентов до этапа, да, хирургического лечения. Теперь поговорим об эффективности этого метода. Метод этот эффективен при начальных стадиях заболевания, ну, допустим, геморрой второй стадии, когда вроде бы уже имеется объем ковырной ткани, но он не настолько большой, да, чтобы он мог каким-то образом нам дать осложнение, то есть, либо полностью не втянуться в легатор. Так, эффективность этого метода порядка 65-85%, согласно мировой литературы, согласно стадии заболевания, да, в зависимости от стадии заболевания. Я бы не сказала, что это достаточно эффективный метод, я бы не сказала, что это хорошие результаты, но на сегодняшний день этот метод лечения имеет право существовать. Его, скажем, в амбулаторной проктологии широко используют, не только в частных клиниках, но и в государственных учреждениях, потому что легаторы были закуплены давно, и это не дешевое удовольствие. У меня их, допустим, 4 в личной собственности, вот 2 из них уже закончили свой век, и 2 из тех, которые свой век не закончили, они лежат, и далеко я их убрала, потому что я ими не пользуюсь. Из-за высокого риска осложнений, в частности, таких как коллапс, да, достаточно серьезный, и, ну, относительно невысокой эффективности. После легирования достаточно высокий процент рецидивов, как кровотечения, так и рецидива пролапса, то есть выпадения узлов. Но этот метод имеет право на существование в том случае, если имеются противопоказания к стационарным методам лечения. То есть если пациент, имеются отягощенные сопутствующие соматические заболевания со стороны дыхательной системы, сердечно-сосудистой, на фоне сахарного диабета, когда достаточно высокие риски наркоза, да, то есть есть геморрой, его нужно оперировать, но анестезиолог и, там, терапевт, который дает, пропускает пациента к операции, говорит нет, то есть наркоз гораздо опаснее, чем само заболевание. Вот в таких случаях выполняются малоинвазивные методы лечения, в частности, легирование латексными кольцами, чисто симптоматически, для того, чтобы убрать коварнозную ткань, которая выпадает, которая мешает человеку, который не дает заднего прохода полностью смыкаться, которая вызывает кровотечение, да, это вот один из тех методов, который имеет право на существование, и более того, можно делать поэтапное удаление всех фрагментов коварнозной ткани. Также не рекомендуется делать легирование сразу всех трех, там, или четырех геморройдальных узлов, потому что традиционно, наиболее правильно анатомически, всегда идет три закладки коварнозной ткани, на трех, семей и одиннадцать часах. Иногда узлы имеют дольчатое строение, и тогда тут надо, конечно, оценивать, связая против, удалять ли этот дольчатый узел целиком, либо делать небольшими фрагментами. Дальше, если делается это поэтапное, легирование латексными кольцами, то, конечно же, нужно делать манипуляцию, то есть хирургическую легирование одного кольца, раз в две-три недели. Почему? Потому что, во-первых, это может быть болезненно, во-вторых, это неприятно. Иногда пациенты жалуются на чувство тяжести в тазу. Женщины наиболее часто это сравнивают в период, на менструальный период. Есть с чем сравнить, как говорится. Кроме того, через 11-14 дней происходит удаление лигатуры, естественным путем, да, вот это латексное кольцо вместе с участком коварнозной ткани. И в этом месте формируется раневая поверхность, которая покрыта фибрином. Вот если раньше начать манипуляцию, завести анаскоп, то этот фибрин может удалиться, и на этом месте формироваться интенсивное кровотечение, которое консерваторными методами может даже не остановиться, то есть необходимо проводить какие-то вмешательства хирургического плана для того, чтобы остановить кровотечение. Поэтому поэтапное выполнение склерозирования каждого узла по отдельности, либо фрагмента большого узла, если, скажем, имеются противопоказания к другим методам хирургического лечения, геморроя, и делать это раз в 2-3 недели, то есть такое растягивающее удовольствие. Но, тем не менее, этот метод имеет право на существование, он себя неплохо зарекомендовал. Ну и скажу, что в России, в странах СНГ его любят, очень любят. Продолжение следует...